Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вам краткий обзор винтовочной пули от американской компании Spear. У меня в руках пули линии Grand Slay. Калибр 270 винчестер диаметр 277 соответственно. Вес 150 грейн 9,7 грамм, БК 0,378. Grand Slay Soft Point, артикул 1,6-0,8. Выпускается в пластике черного цвета по 50 штук. Пули для охоты. Grand Slay переводится как большой шлем. Вот так выглядит наше поле. Здесь мы видим практически отсутствие выступления свинца в носовой части за пределы латунной оболочки. Здесь почти заподлицо. Здесь мы видим каннелюру с насечкой для улучшения кремповки. Если у вас не болт, а полуавтомат, винтовка, то лучше кремповать. Но опять-таки крем по дополнительной еще удерживает свинцовый сердечник. Плоская база, так скажем, плоская основа. Нет здесь никакой усеченности. Есть в этом свои плюсы, свои минусы. Ну и на домной части у нас у всех пули линий Grand Slay. У них гравировка, маркировка, что это Grand Slay. На самом деле пуля от компании спиротехнологичная. То есть и подороже она, чем то же самое Hot Core. Оболочка здесь у Grand Slay во всех естественно калибрах она конусообразная. То есть толщается, так скажем, увеличивается стенки носовой части к средней. То есть что-то похожее на технологию от Нослера, где оболочка не одной толщины. Вытянутый здесь нос. Компания Спир не позиционирует как полуспицер и так далее. Но мы видим, что он заостренный. Относительно длинный. То есть пуля в принципе была разработана компанией Спир. В первую очередь, чтобы пробивать толстые шкуры, тяжелые кости крупных животных. То есть пуля выпускается в крупных калибрах. Там 338, 358. То есть и в тридцатке она есть. По-моему как раз 970 или нет фруб. По-моему в 243. 243 это самый маленький калибр в этой линии. Пуля технологична. То есть внутри оболочки здесь имеются, так скажем, компания Спир их называет канавки. Которые удерживают свинцовый сердечник в оболочке. То есть что-то похожее на технологию от компании Спир, от компании Хорнеди и Интерлок. Там Интерлок кольцо. То есть при ударе эти внутренние опять-таки канавки обеспечивают постоянное расширение пуль. И по большому счету обеспечивают сохранение большей части своего веса. В 270 на самом деле вот ребята там проверяли, доставали. На югах что-то там она потеряла. Буквально там что-то 2 или 3 грамма она потеряла. То есть где-то процентов на 70 она у нас сохраняет свой вес для свинцового содержащей. В принципе это нормально. Оболочка здесь потолще, чем в том же самых вот коре. И пуля сама по себе пожестче. То есть пуля пожестче. Пуля отлично работает на высоких скоростях и соответственно похуже она работает на низких скоростях. Поэтому по дистанции. То есть производитель рекомендует на среднюю дистанцию. А так вот что пробовали опять-таки. Ну вот до 250 метров только работали. Просто мы не пробовали как бы. Дальше не в тридцатке. То есть не вот в этом калибре. Ребята вообще на 100 или до 100 отрабатывали. То есть она в принципе хорошо работает как до 100 метров. Опять таки так и до 250. Когда скорость у нее хорошая. Ну в отличие от того же хоткора. У хоткора оболочка потоньше чуть-чуть идет. То есть и соответственно пуля она в этой кстати даже хоткор хоткором да вот в этой в этом весе в этом калибре есть у спир еще пули бутейл да то есть но они тоже сделаны по технологии хоткора. Вот мы здесь я вам покажу эту пулю. Вот у нее здесь усеченная корма бутейл да то есть здесь острый нос свинец свинец уступает острый. То есть это в принципе пуля она как раз для больших дистанций где скорость немного уже спадает да так скажем. То есть вот такого плана пулями бутейлы и в тридцатке работали и в 943 на ближней дистанции где скорость очень высокая ну она очень сильно фрагментируется вот именно ну хоткор бутейл да я не буду вас путать вот пуля гранд слэй она как раз наоборот то есть она более технологично да но она естественно похоже будет у вас работать на дальней дистанции на какой-то вот где скорость пониже да то есть пуля пожестче вот любит высокую скорость и здесь дичь и кабан лось в принципе вот в этом калибре да то есть кабан косуля по зарубежным формам да вот 270 150 грейн там винчестер 270 инструмент калибр да то есть по большому счету белохвостый олень но в принципе опять таки дичь как вот производитель заявляет до 150 килограмм да то есть пуля отлично удерживать свой вес до пятки до 90 процентов создает широкий раневой канал намного он крупнее чем у того же ход кора в принципе в компании спир это пуля довольно таки технологично довольно таки качественно сделано да то есть в принципе надежно надежно в тридцатом калибре конечно отзывов побольше чем 1070 потому что мы все-таки в наших широтах 270 вид не так распространен на так 308 36 так далее вот сейчас я вам скажу какая длина у нашей пули 29 93 мы проведем контрольные взвешивания 1 пошел 149 и 8 2 пошел 149 и 9 3 пошел 149 и 9 4 пошел 149 пошел 149 и 8 ну вот ребята вы сами все видите в принципе 01 грейн до 149 и 8 149 и 9 погрешность весов как вариант да то есть не в принципе поле сделано качественно будет сделано на совесть этой линии очень популярна в штатах ночи компания спир она довольно таки популярна в америке большие у них вот линейки по пулем пистолетным да то есть там госзаказы у них нам от полиции от правоохранителей то есть это конечно барсбергер там хорнете да ну по большому счету бюджетная качественная пуля да то есть которая в принципе работает у нас тоже многие охотники я знаю работают с пулями пулями ппу с боеприпасами и в принципе бед не знает ну когда хочется чего-то лучшего и большего конечно лучше в ту же цену до взять что-то более качественное но хотя опять таки линия грандслейм она подороже чем ход корни ненамного конечно но все равно такая уже кусача если у кого-то есть опыт использования этой пули не стесняйтесь в комментариях можете оставить свой отзыв понравилось не понравилось потому что в принципе канал канал только-только у нас появился да и в первую очередь он вносит у нас образовательно-познавательный такой характер да то есть поэтому возможно ваше мнение да по работе этой пули будет важно для кого-то из зрителей да то есть поможет сделать правильный выбор или наоборот не сделать неправильный выбор все друзья мои спасибо вам огромное за внимание подписывайтесь на наш канал хороших вам охот удачных точных стрельб ну и берегите себя наше тяжелое время всех благ до новых встреч и 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